Приветик, приветик всем! Это я Оля из Греции, а вы на моем канале Флаурдера и Теточная Терапия. Я сегодня нахожусь в прекрасном месте, в моем любимом, который я жду всегда сильно-сильно-сильно. Я тут, я рада и смотрите, что я вам покажу. Красота! Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Комментарий обязательно! Хорошего просмотра! Ну что, начинаем просмотр? А красоты много! Вот я решила начать с такого вот маленького ящичка, в котором такие растения интересные. А растения от хатуны. Помните вы все хатуну, да? Она мне тоже давала цветочки. Ну вот, любуемся ее красотою. Хочу сказать для начала, что выставка была очень-очень хорошая. Растений было много. Два больших стола. Один стол просто растения для, как сказать, любоваться, а другие для выставки, для призов. Вот. Ну, начнем с тех, которые просто так приносят члены. И не только члены нашего клуба. Посмотреть, похвастаться. И чтобы было на что посмотреть. Вот. Тут растения разные. Смесь из разных. И всегда на летней выставке растений много. Есть, конечно же, и цветущие, что всегда радует, конечно же. И, конечно же, больше народу. Меньше кислороду. Ну, кислород есть, потому что мы во дворе. Погода стояла хорошая, не жаркая. Даже собирался дождик все и никак не собрался. И это было хорошо, потому что не было жарко, было приятно, шумно. Я убрала звук, ну, не весь, потому что все-таки греки шумный народ. Ну, и все общаются, разговаривают, и все слышно. Вот. А вы хотите мою болтовню? Ну, вот и слушайте ее. Видите, какие представлены растения? Очень красивые. Ну, что сказать? Каждый раз я говорю одно и то же. Ну, я это не говорю, потому что надо сказать. Я это говорю, потому что это так и есть. Это видно. Представьте, что вижу я своими глазами. Если вам на камеру так красиво. Вживую это еще красивее. В 10 раз красивее. Вот. И, конечно же, вживую видны лучшие размеры. Не так, как на камеру. Вот. Ну, надеюсь, вам все-таки понятно то, что вы видите. По горшкам не знаю. По сравнению, в общем, один с другим. Ну, какие формы, какие колючки, какие расцветки. Ну, смотрите, любуйтесь. Я любовалась много, долго. До съемок, после съемок. Фотографировала, пока снимала. Ну, это все рассмотреть невозможно. И стараешься просто вот успеть. И, не знаю, глазами все это рассмотреть. На что надо много времени. И его нету. И нас многих, которые хотим все это посмотреть. Мне, конечно, это того, что я снимаю видео. Мне приходится больше времени стоять. Возле растений снимать. Занимаю, значит, отнимаю время у других посетителей. Ну, что поделать? Вот так вот. Такая у меня роль. Ну, мне везет. Хотя и нелегко бывает. Но каждый год и лучше. Каждый год люди относятся больше с пониманием к тому, чему я делаю. И более серьезней воспринимать то, что я делаю. Слава Богу. Вот. И моя работа, скажем, становится легче. Красоты много не бывает. Как вы видите. Есть экземпляры, которые мы видим не первый раз. Вот. Есть похожие. Думаете, что это одни и те же. Но это не одни и те же. Это от разных. Но очень похожие. Вот. И всегда есть чем любоваться, чем восхищаться. Ахать, охать, спрашивать названия. Сколько лет кактусам там купили взрослые. Или выращиваете с малыша. Или вообще сеянец. Стараемся все узнать. В общем, информации хотим побольше знать. Все-таки интересуемся. Мы не просто посмотреть. Ну и такие, конечно. Вот. Тут очень много колючих. Красавец. Я постаралась снимать так как-то подробнее. Показывать каждое растение. Даже на некоторых останавливалось побольше. Ну, так считала я нужным. Проявить. Показать их больше. Вот. Греки не... Ну, у них нет терпения смотреть такие длинные видео. Я его сделала покороче. А для вас я делаю, как вы меня просите. Показываю подробнее. Смотрите спокойненько. В удовольствии. Может, даже будете пересматривать. Я уверена в этом. Почему бы и нет. Бывает. С первого раза не все замечаешь. Со второго даже не все. Как будто я смотрю уже какой раз. И монтирую. И что-то еще, еще досматриваю. Глаз падает на что-то в первый раз. Во второй на что-то другое. Как-то... Ну, такие вот красотули. Некоторые кактусы и суккуленты. Ну, как будто нереальные. Как будто ненастоящие. Как будто... Ну, неживые, вот могу сказать. Прямо вот так и тянется рука потрогать. Хотя нельзя трогать. Мы это все понимаем. Ну, вот как будто охота проверить, живые-то они или нет. До того такие вот... Ну, невероятно красивые, как скульптуры. Вот эти вот особенно астрофитумы. Нереальной красоты. Видишь и не веришь глазам, что... Это живые растения, они растут, живут. Вот тут такие малышки в таких горшочках маленьких. Такие глиняные горшочки интересные. Мне напомнили они шины от колес. Интересные, особенно вот один из них. Очень маленькие алойчики, какие-то кактусики. Ну, так вот... Видно, что так с любовью сделаны. Смотрела, восхищалась. Ну, вот этот, конечно же, очень интересный, привлекательный. Эпохиокальные, конечно же. Разные-разные растения приносят члены, потому что просят, чтобы мы приносили свои растения, свои хвостушки показать. И вот. Я, как обычно, ничего с собой не взяла. Должна была взять, но у меня было с собой разное другое. Другое за... Скажем, что-то было на обмен, что-то было на продажу с собой, что-то надо было отвезти отцу. В общем, много вещей было с собой. Пакет с разными. И я не привезла никакого растения. Ну, ничего, мои вы видите. А если чего-то не показываю, всегда можете попросить, я покажу. Думаю, на мои вы все-таки насмотрелись. Давайте посмотрим растения других. Алой очень-очень красивые. Тут будет категория алой, которая выставочная, значит, которая будет брать призы. Три категории растений. Скажу вам далее, какие категории будут. А пока смотрим смесь из разных. Конечно же, на выставке летней обычно есть и кактусы, и суккуленты на продажу. Они находились внутри помещения. И можно было купить по довольно нормальным, хорошим ценам различные интересные и редкие растения. Ну, кое-что даже из них мы видим. Вот они представлены тут на выставке. Вот. Ну, есть и более обычные. Ну, стараются продавать такие, знаете, ну, что-то поинтереснее. Не то, что не находим в магазинах, там, в садовых центрах. Вот. Конечно, кто попадает из первых в это помещение, разбирает самое лучшее. Ну, это понятно. Я не была из первых. Ну, где-то... И не из последних. Ну, тоже себе что-то приобрела, конечно же. И как всегда будет хвостушка, видео-хвостушка. Вы это ждёте. Я это знаю. И, конечно же, покажу. Видите, как представлены растения. Есть в таких простых горшочках, есть в красивых горшочках. Думаю, не имеет значения горшочек, хотя имеет, потому что в красивых горшочках растения выглядят намного красивее. Ещё если украшены камушками, знаете, чистенько так, аккуратненько, ну, конечно же, всё выглядит намного лучше. А вот и стол, который... На котором растения, в общем, для... для призов, для выставочные. И сейчас я вам скажу, какие категории. Значит, три категории. Одни... Первая категория, значит, это с нотио-америки, нотио... Ой, ой, я не знаю перевести. В общем, сами американского типа, как Копиапоа, Гимнокалициумы, там, Лубиви, Матуканы, Пародии, Ребутии. Так, вторая категория, это Алоэ, увидите потом. Вот. А третья категория, Литопсы. Вот так вот решили. И потом в конце, конечно, дадут призы. Там первое, второе место, третье на каждую категорию. Я не успела всё показать. Вот. Потому что это всё так проходит быстро. Приходят, дают им призы. Люди... Все подходят. Места мало. Фотографируют быстро. Забирают свои растения и уходят. Что не успевают даже заснять. Обычно вот так. Ну, скорее всего, и не считают нужным позвать тех, кто снимает, что показали. Главное, взяли приз и всё. Ну, ладно, не буду жаловаться, потому что всё-таки, как я сказала, с годами всё намного лучше. И... Я довольна. В целом, я довольна. Смотрите, какой большой. Вот. Подставливаю руку, чтобы вы смотрели, какие крупные некоторые. Удивительно крупные. Как вы видите, стол заполнен растениями. Так было, что пока я ещё снимала, ещё приносили и вставляли ещё какие-то. Ну, я засняла всё, в принципе. Цветущие, конечно же, они ну, привлекали, привлекали на себя взгляды, как интересные колючки привлекают взгляды, так и какие-то крупные растения обычно тоже. Вот. Были такие, которые, бутоны, не раскрылись, потому что в этот день было солнца очень мало. Оно пряталось. А некоторые растения, ну, реагируют на солнце, вы знаете. Им надо больше. Кому-то надо и чуточку, чтобы раскрыться, а кому-то надо больше. Вот. Вот. какой яркий цветок. Все мы любовались им. Очень-очень яркий. В целом, красота. Видите ее? Вот эти вот все такие крупные. Не могла показать, насколько они крупные. Просто далеко. Ну, надеюсь, вы понимаете, какие они крупные. По сравнению с палочкой можно понять. гиганты, скажем. Ну, вот, что могла, показала по сравнению с рукой. и далее сейчас увидим цветущие. смотрите, смотрите, какая красота. Ну, мы девочки особенно все смотрели на эти рыбуции. да, нам девочкам больше цветочки, а мужчинам колючки, хотя и не всегда так. Вот такие вот шедевры. кое-какие успели закрыться, пока я начала снимать. Уходило солнце, пряталось. смотрите, какая красота. Сколько там их много. Такое семейство и цветет красота. тут такой кактус, такие камушки, ну, прям очень-очень красиво оформили. Смотрите, какой гигант. 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 Продолжение следует... Какие красавцы! Крупные, огромные горшки были, огромные. Целое семейство кактусов. И даже арбузики, как их называют. Матуканка цветет, красавица! Матуканка цветет, красавица! Каждый раз сниму и теплицу. Было очень много чего снимать. И просто физически не получалось у меня. Думаю, вы довольны и этим. Потому что все-таки в теплице одни и те же растения. Хотя они растут, кто-то цветет, кто-то цветает. А тут все-таки разное. Каждый раз что-то разное. Вот так вот медленно снимала для вас, чтобы могли рассмотреть каждую колючечку. Все формы, все размеры. Даже, может, и название видите. Ну, там можно и остановить, и посмотреть. Все это понятно. Детки были с родителями. Удивлялись вот такими вот типа монстрозными кактусами очень. Мальчик сказал, вот этот монстрозный похож на ежика, говорит. А я смотрела возле на Тефро, как-то снеговичка мне напоминает. Хотя тут там несколько этих... Кружочков, как их назвать. Такие вот монстрозные, как кораллы. Попадают люди тоже, которые первый раз пришли посмотреть. Нечаянно зашли, увидели людей, многое зашли. И очень удивлялись, не верили глазам, что это живые растения, что такие вообще существуют. И это очень интересно наблюдать со стороны, когда люди видят впервые такое зрелище. Как они реагируют на это. Бывают такие, кто сразу же записывается в группу. И хотят участвовать в этом всем. Крупняги. Вот с такими цветочками. Мелкими по сравнению с телом. Ну, тоже очень интересно. Ну, вот скоро перейду на алоэ. Я ожидала, честно говоря, больше. Раз была категория алоэ, думала, что будет больше. Но нет. Хотя немало, но могло бы быть и больше. Очень тоже интересные. Я ими завлеклась чуть больше, этими гибридами. Что-то узнаю. Что-то похожее. Они, знаете, эти гибриды, у них такие маленькие отличия бывают. Ну, они есть. Вроде так смотришь. Вроде точно такой. А если уже сопоставишь возле, понимаешь, что есть отличия. Так что есть куда стремиться. И сколько еще приобретать. Такие вот варьегатные. Вроде как обычные, но варьегатные. Даже и цветущие. Вот этот малыш, смотрите. Какой красивый. Вот это вот алоэ. Удивительное мне показалось. Такие широкие-широкие листья. Ну, и, конечно же, этот красавец всегда привлекает внимание. Мое и всех. Цветочек Матуканы был очень красив. Отвернулся, правда. Но мы его увидели. И что они? Александр М不värев. Главное. 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 Красавцы, не знал даже, что сказать. Слов не подберу. Смотрите, какой интересный алоэ. Такие мелкие, тонкие листья. И там целая семейка. Смотрите, какой интересный алоэ. Мы чем-то побрызгали, что многим не понравилось. Я соглашусь. Он сам по себе был очень красивый. Не надо ему ничего брызгать, чтобы он был ярче. И вот так вот выглядят такие вот семейки алоэ. Я отделяю обычно детишек, много не оставляю. Но увидела, как они растут семейками. И мне очень понравилось. Вот этот вот очень был красивый. Так я его не узнала, ни названия, ничего. Понравился мне. Такой темный, цвет необъяснимый какой. Камера даже не передает. Он ни зеленый, ни синий. И что-то фиолетовое там присутствовало. Очень мне понравился. Ну, вообще из алоэ очень много мне понравились. Красивые. Конечно, уже что-то присмотрела себе. Что-то осталось у меня в хотелках теперь. Ох, хох, 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 хох. Вот алоэ, которое мы все-все любовались. Необычное. В красивом горшке. Такое вот варегатное. Удивительное алоэ. Вот еще варегатное. Очень красивые. И вот этот вот огромный, очень-очень красивый взял первое место из алоэ, если я не ошибаюсь. Очень-очень хорош, очень-очень редкий, дорогой и красивый. Вот такие вот алоэчики. И посмотрим чуточку на литопсы. Литопсов было немного. Ну, они были. Такие вот тоже семейки огромные. Видно, что они взрослые, что им много лет. Растут они медленно. Размножаются, чтобы стать такими кочками, кучками. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, и показала. А тут собачка была красивая и не единственная. Но только она так поддалась показу, поигралась. И на этом приближаемся к концу. Тут чуточку дворик покажу. Растения какие-то там. Акантус. Акантус, как-то его так черепахи всегда мы там встречаем. Ну, вот решила показать напоследок. Так, чуточку-чуточку тепличку снаружи. И вот так вот примерно выглядит дворик. Ну, спасибо, что были со мною. Всем всего хорошего. Спасибо.